Блядь, я понял, для чего вы родились Вы родились для того, чтобы Быть хорошими, правильными Зарабатывать деньги А самое главное Выглядеть хорошо в лице других Ну, те, которых большинство Те, которые еще там думают, что они живы А вы же не будете писать, что типа Блядь, свобода ни к чему хорошему не приводит У Чикатило была свобода, и вот он что-то натворил Вы что, ебанулись? Какая у него нахрен свобода? Это первые, не первые даже А, блядь, таких примеров дохуя Что делает Несвободу с человеком Во что он его превращает, блядь Чикатило просто, он не мог это скрывать А сколько людей скрывает Такой хуйни С тем, чтобы кого-то убивать, резать, тыкать Человеку маленькому Ребенку хочется кого-то потрогать, улыбнуться Порадоваться, ну забрали у него там Веточку, он взял камешек Ну, похрен Потом приходит взрослый дядя и говорит, нет, это твой камешек, забери у него Ребенок берет в руки дубину Или палку, или кирпич Начает там драться с кем-то Только после того, когда взрослый ему объяснит, что так надо делать Что это твое, что это мое Что это вот надо накопить Это надо забрать По вашей логике, что, типа, если дать человеку свободу То он начнет сразу убивать А с чего вы это взяли? Почему человек должен кого-то убивать? Откуда у вас такие мысли? У меня таких мыслей нет Я знаю только одно, что Человечество, оно разделяется на две категории На многоклеточные организмы И одноклеточные паразиты Вот те, кто мне сейчас это пишет Про убивать Видимо, не дошли до организмов пока еще Значит, радости у вас не было в жизни Раз такие мысли посещают А радость, она идет от удовольствия А удовольствие, оно Как и вечное наслаждение Оно у нас ассоциируется только с сексуальными переживаниями Которые Именно с переживаниями Потому что воплощение Ну, во всяком случае, у меня они были только во сне До недавнего времени Теперь я знаю, что такое Радость Я не думаю о смерти И об убийствах тоже Что-то рассуждение о красоте Кто красивый, кто нет Кто кому нужен, кто кому подходит Если ты, старуха, мразь ебаная И кроме отражения в зеркале Той самой мрази ничего не видишь То тогда о какой красоте ты, сука, поганой можешь говорить Юля говорит, зачем, зачем, блядь Ну, потому что мозг чистить надо Сука, им надо мозг чистить Этому говну, блядь Потому что они говно Как имея такой ебальник, которым даже в футбол играть не будут, блядь Можно заявлять такое Очень хочется Я вообще футбол не люблю Но вот иногда смотришь, блядь, на эту суку Которую точно знаю, что там в башке, блядь О чем она думает Я уже никогда не ошибаюсь Хочется взять эту башку оторвать и играть в футбол Мне, который футбол не любит Почему вы, бабы, блядь, я понял, что я баб ненавижу Вообще потому, что, блядь, это диагноз Баба, это неизлечимо А девочка, это то, что нужно мужчине Де-ба-ка Вот, смотрите, я сейчас выкладываю две ее фотографии Вот она посчитала, что Совершенно серьезно посчитала Что именно она телочка Именно она достойна быть со мной, наверное В принципе, не важно, как назвать Телочка, не телочка Девочка Вот не нужна мужику баба У которой в голове какашки Вонючие какашки Вы до тех пор будете резать друг друга на кухне В вашей ячейке общества, именуемой семьей Пока не будете выбирать телочку А научитесь видеть телочку Это же вопрос образования Часто пишут подобную хуйню Но я просто раньше не обращал на это внимания Блядь, ну нахуя Но иногда вас надо ставить на место Жирные мрази А есть толстые девочки Чистые, приятные Как воздух Пухленькие Толстенькие Мягкие Им все пухаю Потому что в них Весь мир Я очень люблю смотреть Эволюцию фотографий Вконтакте Обычно Где-то 8, 10, 12 лет 14, 15 Красивая девочка 16, 17 Вот такая вот жирная мразь А девочка ее на Свежа У нее бьет гормон Новые ощущения Которых никогда потом не будет Вот такие Мрази жирные Подобные ей Мамаше Втирает девочкам Всякое говно Превращая их В таких же жирных мрази Им ничего не остается Самое интересное Что они Искренне верят Что телочка Должна выглядеть Вот так Как она Вот эта девочка На фотографии Она девочка Блин Наверное Ну раз она себя Предложила мне Схуя Знания для женщины Очень опасны Они превращают Их мысли В говно Восприимчивость Меняет знания И превращает Бабу В девочку Или женщину В девочку Мужчина знает Женщина воспринимает И меняет Или себя Или мужчину Поэтому она умнее Но этот ум Не от знаний От восприимчивости Как у ребенка Христос спасал Человечество А я спасаю Всего лишь вас Мудаков Поэтому Если Ваша баба Все знает Собрали вещи И съебали нахуй Но если Все таки Возникли Такие желания Скорректировать Мои мысли Несвершенные Которые Естественно Несвершенные Они меняются Каждый день То пишите И кайфуйте От этого Сами Я анекдот Придумал Хочешь расскажу Встречаются Два фашиста Один говорит Хай Гитлер А второй говорит Стоп Секундочку А какое у тебя Мировоззрение Поняла То есть Потому что Меня спрашивают Какое у меня Мировоззрение Ну я же По моему Говорю все И там понятно Что мировоззрения Нет Каждый день Все меняется Я размышляю А не ебу Мозг Вот какое у меня Мировоззрение Соответственно Мировоззрением Обладают те Кто любит Ебать мозг Поэтому Оглянитесь Вокруг Посмотрите Кто рядом с вами Может быть У них есть Мировоззрение Наверное Мне чертовски Повезло Что рядом со мной Нет людей У которых есть Мировоззрение Очень странные Опасные люди А я Не люблю Опасных людей Я люблю Жить опасно А что бы ты Посоветовала Людям Которые Вот послушав Меня Тоже вдруг Решили Жить опасно Делать то Что они хотят Это совсем не опасно Дрочить Вообще не опасно В моем Негативном отношении К школе И к этому Институту насилия Я хочу Передать Привет учителям Хай Гитлер Зикай Хотя Это не мое Но Если вам так нравится Я считал Что Гитлер Плохой человек Делал плохо И я в школу Не ходил И до сих пор Считаю Что людей Убивать нельзя Их можно Мучить Блицу Ну да Все люди Мучают Друг друга Это же очевидный факт Так вот Почему бы в школе Не учить Культуре Мучения Чтобы Не навредить Например Как в случае С наркотиками В школу Не надо ходить За знаниями Их там Нахуй Нет Откуда им там Взяться Из учебников Что ли Из тетрадок Что ли Я не понимаю В школу Нужно ходить За ощущениями Итак У нас новый урок Детки Урок ощущений И я ваш новый учитель Ну Как ощущения Что я имею ввиду По словам Восприимчивость Я лучше покажу И покажу Что такое Невосприимчивость Вы говорите Своей жене Дорогая Я тут решил Что я Она Слушайте Ладно Взяли Вот это Невосприимчивость Что такое Восприимчивость Вы даже уже Ничего не говорите Своей жене Вы просто Супер Молодец Ща говна развелось А че я скажу Ребята Все настоящее Здесь Если угодно Здесь Че я хотел сказать Подписывайтесь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...